Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний наш день – это как эксклюзивная встреча друзей. Точно так же, как наши семейные встречи, которые мы проводим по воскресеньям, дают понимание того, что мы делаем, дают уверенность в том, что это будет сделано. И сегодня у нас есть уникальная возможность послушать самого генерального конструктора и президента компании Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но сейчас нужно не мешает вспомнить, что мы с вами живем на одной планете. И в ближайшие сто лет, даже если что-то придумают с перемещением в пространстве, мы будем оставаться на этой планете. И, естественно, нам очень важно, чтобы эта планета осталась живой. Нам очень важно это для наших детей, для наших внуков, для наших потомков. И здесь не мешает вспомнить те слова, которые Анатолий Эдуардович сказал, когда открывали нулевой километр в Марьиной горке под Минском. Нулевой километр той дороги, которую мы с вами вместе строим. Естественно, есть человек, который это все придумал, который нес эту идею на протяжении 37 лет. И сейчас мы воплощаем те идеи, которые он продумывал на протяжении столь длительного времени. Были разные периоды. Он сталкивается с различными неприятностями и непониманием. Но это не помешало ему довести дело до логического конца, до возможности постройки экотехнопарка. И когда вы сейчас заходили в зал, вы видели как раз тот ролик 3D-визуализации, который даст нам возможность увидеть уже сейчас, как выглядит экотехнопарк в будущем. И, конечно же, мы не должны забывать, что наша планета находится исключительно в наших руках. И если мы с вами этого не сделаем, то никто за нас этого не сделает. Я думаю, что у многих, кто уже стал и инвестором, и партнером, и акционером компании, есть это понимание. И поэтому мы сейчас находимся в этом зале. И поэтому с вашего разрешения я открываю сегодня нашу конференцию, которая называется «Экотехнотранспорт 2015». «Экотехнотранспорт 2015» «Экотехнотранспорт 2015» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 сравнивать, даже выше ставить на позицию, чем Леонардо да Винчи, Циолковский, Стефенцов. Потому что это человек, который даст миру гораздо больше, чем все эти люди, которые я перечислил. И нам с вами повезло, мы современники. Он наш современник, и мы с ним знакомы. И я вышел не для того, чтобы тут что-то много говорить, а для того, чтобы представить следующего человека, который уже 15 лет вынашивает ребенка такого, как Skyway, поддерживает Анатолия Дочиницкого. Человек, который 15 лет назад уже начал с ним работать. И я хочу, чтобы именно он представил Анатолия Дочиницкого. Под ваши бурные аплодисменты. Сергей Сибиряков. Ну что, друзья, у нас праздник Skyway продолжается. Действительно, что Андрей очень сказал такую интересную аллегорию, что ребенок полтора года, я очень рад. У меня этот ребенок чуть постарше, 15 лет. Потому что 15 лет, когда Анатолий Дочиницкий пришел, начал мне рассказывать. Причем он сделал еще одну очень интересную вещь. Я был тогда чиновником. Он пришел и в моем кабинете поставил модель 1 к 10. Помните, да, Анатолий Дочиницкий? И она передо мной в течение года ездила. Вы представляете, я каждый день утром приходил, ездил. Потом туда стали ездить послы разных стран, потом министры и так далее. И это действительно было завораживающе. И я могу сказать, что моя карьерная вещь поменялась. И я очень рад, что я связал свою жизнь со Skyway, с Анатолием Дуаровичем. Я думаю, что это 15 лет. И уже, наверное, навсегда. И я могу сказать, что то, что сегодня делается, то, что сегодня происходит, то, что Юницкий опять, я могу это говорить честно, потому что полтора года назад это была его опять очередная идея о том, что мы должны создать и опереться на тех людей, кому эта технология нужна. И запустили краудинвестинг. Я не сразу этот вопрос понял. Сегодня Анатолий Дуарович говорит, что я в краудинвестинге больше, чем кто-либо другой. И я абсолютно с этим согласен и благодарен. И я могу сказать, что, друзья, мы вместе запустили процесс, мы вместе это делаем. И Анатолий Дуарович, так как мне поручено, что я очень рад, что мы вместе все работаем. Естественно, это ваша идея. Естественно, это ваш праздник сегодня. И я могу сказать, что этот праздник есть чем гордиться. Если первой, самую конференцию мы проводили в метроуниверситетской гостинице, потом мы проводили в гостинице «Космос». А сегодня, Анатолий Дуарович, это здание СЭВА, Совета экономической взаимопомощи. Это здание мэрии Москвы. И я думаю, что это достойный зал, достойное место. Следующий мы будем проводить. Мы тут уже позавчера обсуждали, естественно, в Кремлевском дворце. Анатолий Дуарович, я думаю, что это будет вполне достойно. Анатолий Дуарович Юницкий. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, партнеры, единомышленники. Столько лестных слов, мой адрес было сказано. Я просто инженер. Как бы я сам, чтобы корона не выросла на голове. У меня ее никогда не было и не будет. Я сегодня хочу рассказать вам... Посветлее можно в зале сделать? ...о целях и задачах программы Skyway. В программе, в которой я шел более 50 лет. Я хочу вот эту историю вам рассказать. цели, задачи. Ну, я в форме доклада расскажу, а потом... Ну, это где-то минут 25. А потом я готов ответить на ваши вопросы. Это несколько часов можно этому посвятить. Только просьба, чтобы вопросы были технические, технологические. Они не касались финансирования, инвестирования. Потому что я в данном случае выступаю как инженер, как генеральный конструктор. Цели, задачи проекта Skyway берут свои истоки в истории создания этой технологии. Тут говорили, вот 37 лет назад. Нет, это больше. Около 50 лет назад. В далеком советском прошлом. Еще школьникам, живя в Джасказгане, это недалеко от Байконура, километров 200, я увлекся ракетным моделированием. И тогда я понял недостатки ракеты-носителя. Я сейчас о них скажу. То, что будущее связывает, развитие и космос связывает именно с ракетой. Концент полезного действия у ракеты-носителя менее 1%. У современного паровоза коэффициент полезного действия 15%. Каждый запуск ракеты делает дыру в озоновом слое размером с Францию. Мощность двигателей такой ракеты, ну и шаттл американский, это порядка 100 миллионов лошадиных сил. Только представьте себе табун лошадей в 100 миллионов лошадей. При этом вся эта мощь 100 миллионов лошадиных сил выбрасывается в чрезвычайно уязвимом озоном слоя планеты в виде химически активного пламени, имеющего скорость истечения 4 километра в секунду. Это выше скорости пули на перснайперской винтовке в 5 раз. Там скорость пули 800 миллионов в секунду. При температуре 4000 градусов Цельсия. Температура плавления стали 3 раза ниже. И это все выбрасывается в озоновом слое. Поэтому неудивительно, что там дыра размером образуется после каждого запуска с Францией. Уже подсчитано, что 60 запусков американской шаттла в год приведут к полному уничтожению озонового слоя планеты. Поэтому и американцы делали ежегодно не более 10 запусков. Некоторое ракетное топливо, как, например, гептил у российского протона, более ядовитое, чем цинисты калий. Ну, я думаю, все знают, что цинисты калий. Гептил более ядовит. А заправка одной такой ракеты порядка 600 тонн или 600 миллионов граммов. Это яда, топливо всего лишь одной ракеты. Грузоподъемностью всего лишь 6 тонн достаточно, чтобы убить все человечество. Все 7 миллиардов человек. А топлива одной заправки достаточно, чтобы убить всех. Я также понял, что ракеты – это всего лишь транспортное средство, которое не обеспечивает создание космической индустрии будущего и спасение биосферы. Биосфера неизбежна и неотратима. Будет уничтожена техносфера, которая создает на планете и развивает наша бурно растущая технократическая цивилизация. Никому не дастся в будущем отсидеться где-нибудь на Ларзонном берегу или на частном острове в океане. Первобытные люди, жгущие костры в своем доме, в пещере, они жили там в пещерах, 20 лет умирали от рака легких. Затем они догадались вынести свои простейшие примитивные технологии за пределы своего дома, не смогли выжить. Мы примерно сейчас в такой же ситуации. Сейчас наш дом, вся биосфера планеты. Чтобы нам всем выжить завтра, необходимо будет вынести экологически опасную часть земной индустрии за пределы биосферы, в космос. Я это понял около 40 лет назад. Нам всем осталось 3-4 поколения, или 60-80 лет, до точки невозврата, когда конец нашей цивилизации станет очевидным и шутимым всеми, в том числе и политиками, которые сегодня управляют этим процессом приближения нашего конца. И неважно, понимают они это сегодня или нет, нам, вернее, нашим потомкам, от этого легче не станет. Перефразируя Жванецкого, можно сказать, что не делая с цивилизацией, она упорно ползет на кладбище. Я нашел техническое решение неракетной индустриализации космоса. Стал членом Федерации космонавтики СССР. Оренизовал и провел в Гомеле, в Беларуси, первую международную конференцию по безракетному освоению космоса. Опубликовал ряд научных работ и монографию. В Газкино СССР даже снял об этом 30-минутный научно-популярный фильм «В небо на колесе», который демонстрировался на экранах СССР и за рубежом 26 лет назад, в 1989 году. Ну, многие, наверное, из вас видели этот фильм. Примерно в то же время, в конце 60-х годов, учащись в Тюменском инженерно-строительном институте по специальности инженер пути и сообщения, я серьезно занялся анализом наземного транспорта. При этом я рассуждал следующим образом. Я ничего о транспорте не знаю. Знаю только законы физики нашего реального мира, в котором мы все живем. и как, исходя из этого, сконструировать оптимальный наземный транспорт. Рассуждал просто, исходя из школьного курса физики. Я тогда в Тюмени учился, вот Тюмень. Я подумал, вот Москва. Допустим, я из Тюмени добрался в Москву пешком, на велосипеде, на мотоцикле, поездом, автомобилем, самолетом. Ракеты. Какая полезная транспортная работа при этом будет проделана? Это школьный курс физики. В Тюмени я находился на высоте 100 метров над уровнем моря. В Москве, когда я прибыл туда, тоже на высоте 100 метров над уровнем моря. Потенциальная энергия моя, как груза, не изменилась. Она равна, если вспомнить, М, Ж, Аж. Это масса, ускорение свободного падения, это высота. Значит, МЖ, Аж не изменилась. Кинетическая энергия. Скорость здесь была относительно Земли равна нулю. Когда я прибыл в Москву, скорость тоже равна нулю. Получается, потенциальная энергия не изменилась, кинетическая энергия тоже не изменилась. Значит, полезная работа равна нулю. Транспортная работа равна нулю. Это меня удивил такой вывод. Я давно такой вывод сделал. и я подумал тогда, а какой-то коэффициент полезного действия транспортной системы любой на Земле. А чтобы знать КПД, надо полезную работу она равна нулю разделить на затраченную энергию Е. Равна нулю. Значит, коэффициент полезного действия любой транспортной системы на Земле это физика 8 класса равна нулю. А ноль нельзя усовершенствовать. Я тогда начал думать, а куда же вся энергия уходит? И оказалось, что вся энергия, которой достаточно много была потрачена, если говорить чтобы прибыть из Тюмени в Москву, то, наверное, в переводе на топливо нужно порядка 100 литров в горючую затрате. То есть это достаточно много энергии. И оказалось, что все 100% энергии, все 100% затрачиваются не на полезную работу, а на борьбу с окружающей средой и на ее разрушение. То, что мы называем экологией. Вот куда вся энергия уходит. Это проявляется в выбросе выхлопных газов, в шуме при движении подвижного состава, вибрации земли, выстирание шин, асфальта, рельсов и щебеночной подушки и так далее. Поэтому в транспорте необходимо свести к минимуму борьбу с окружающей средой и ее разрушение. Вот что самое главное, что нужно было сделать. Меня интересовало в первую очередь скоростное движение, так как мы живем в мире все более высоких скоростей. Но поскольку мы живем не на Луне, где вакуум, а на Земле, где есть атмосфера, то меня заинтересовала аэродинамика, вернее, аэродинамическое сопротивление движения. Формула мощности аэродинамического сопротивления оказалась очень простой. Я напишу. Мощность аэродинамического сопротивления вам видно? Или может крупнее? А, понятно. Равно 1, 2, ρ, это плотность воздуха. Ну, это в одной системе, в системе Си можно писать. Умножено на скорость b в кубе, умножено на cx, это коэффициент аэродинамического сопротивления, и умножить на мидель. Это площадь поперечного сечения. Если взять любое транспортное средство, оно имеет там площадь поперечного сечения. Вот это есть мидель. Вот такая простая формула. Это мощность аэродинамического сопротивления. Вот что означает эта формула. На пересе мы движемся на легковом автомобиле со скоростью 100 км в час. Мы все каждый день ездим на легковых автомобилях. И двигатель расходует при этом наэродинамику с 20 лошадиных сил, то это немного энергии. Это порядка 4 литров топлива за час работы двигателя. А теперь мы увеличим скорость движения этого же самого автомобиля до 500 км в час. Скорость увеличилась в 5 раз. Было 100, стало 500. Возводим 5 в третью степень. 5 умножить на 5 умножить на 5 будет 125. Поэтому если у нас было 20 лошадиных сил наэродинамику при 100 километрах в час, 100 километров в час, то при 50 километров в час надо 20 лошадиных сил умножить на 125. Потому что 5 в кубе. 5 раз увеличится скорость. Получается 2500 лошадиных сил. Вот тоже я очень важный тогда вывод сделал. 2500 лошадиных сил это 5 танковых двигателей, чтобы понимать что-то такое. Такой двигатель будет тратить 500 литров топлива в час. То есть надо возиться в лодку цистерну с топливом. Хотя при стаке на этот час этот же сам автомобиль потратит на аэродинамику всего 4 литра топлива за час. Таким образом для увеличения скорости движения в 5 раз необходимо увеличивать мощность двигателя 125 раз. Именно поэтому у самого дорогого и самого быстрого серийного автомобиля Бугатти он стоит 3 миллиона евро где-то мощность двигателя составляет более 1500 лошадиных сил, что позволяет ему развивать максимальную скорость всего до 430 км в час. То есть он 500 км в час развить не может. Не хватает мощности двигателя. мне казалось, что при движении в воздушной среде с высокой скоростью 300-400-500 км в час 90 и более мощности привода транспортного средства расходуется на преодоление аэродинамического сопротивления. Поэтому вот так тоже важный вывод сделал. Поэтому аэродинамика именно аэродинамика в скоростном транспорте самая важная и самая значимая наука. Не подвес или что-то еще магнитная подушка, аэродинамика. Вот что самое главное в скоростном транспорте, который движется в воздушной среде. Дальнейшие исследования позволят найти решение получения высокоростной аэродинамики в 5 раз по сравнению с Бугатти. У Бугатти ЦХ равен 0,38 Это самый дорогой легковой латамбель ЦХ 0,38 А у Юнибуса это продувки показали в аэродинамической трубе. Продувал я продувки около 20 лет назад в 1995 году в Санкт-Петербурге в институте имени Крылова в Рубине. Тогда были получены ЦХ 0,0,75 Это запатентовано все. При этом Бугатти везет всего 2 3 пассажира а Юнибус везет 20-30 человек. То есть получается что у него ЦХ случая 5 раз и везет он больше в 10 раз 10 раз более пассажиров. Поэтому если 5 умножить на 10 он эффективнее на переводе на пассажиров 50 раз чтобы понять какие улучшения 50 раз. при этом при этом половина улучшения аэродинамики было достигнуто за счет того, что я устранил эффект экрана. многие увлекаются экранопланом и говорят за ними будущее это не так. Эксперименты показали продукты в частности и даты мы из жизни знаем что если транспортное средство ну вот допустим транспортное средство движется близко к полотну несимметричное обтягание воздуха. Поднищем получается уплотнение воздуха сзади возникает завихрение опрокидывающий момент и ставит антикрыло чтобы не перевернулся автомобиль и поэтому все спортивные автомобили и скоростные автомобили имеют антикрыло. Так вот продавки показали что если мы берем экран и просто поднимем транспортное средство на размер транспортного средства над экраном аэродинамика улучшается в два раза. То здесь мы будем тратить на аэродинамику 1000 лошадиных сил вот так 500. Вот только это в два раза улучшение. И сейчас ну потому что у нас нет экрана и юнибус движется по двум тонким струнным рельсам. экрана нет. И сейчас у меня в планах улучшить цаикс до значений то есть еще в полтора раза до значений 005 что приближается к теоретическому пределу равному 004. Это еще Жуковский правда я не нашел в его работах но говорят что это он определил теоретический предел но я честно говоря не нашел у него такой цифры. Дело что у нас в продувках мы создали компьютерные программы для продувки в аэрономической трубе но в продувках уже получили цаикс 0035 что как бы не соответствует теории но тем не менее говорю ограничений я не нашел в литературе научной какой минимальный цаикс но тем не менее у нас уже вот такие результаты мы получили это мы получили в нашем инженерном корпусе проектно-конструкторском зао струнные технологии в Минске то что в аэродинамике мы уделяем очень я уделяю очень важное внимание я дальше рассуждал если на аэродинамику уходит 9 десятых процентов энергии 9 десятых а то и больше 95 процентов если скорость выше а если будет большую скорость то вообще 99 процентов будет уходить на аэродинамику во-первых рекорд скорости автомобиля автомобиль уже превысит скорость звука рекорд тысячу около 1300 км в час это по дну Срединого озера в Штатах побили рекорд скорости но когда я узнал какая мощность двигателя вот в автомобиле то понятно почему побил скорость ну рекорд его мощность двигатель 100 тысяч лошадиных сил 100 тысяч то есть понятно что он тратит в час 20 тонн топлива в час там стоит два турбореактивных двигателя от истребителя так вот если на аэродинамику уходит 9 десятых энергии при высокоскоростном движении то куда уходит остальная одна десятая часть энергии оказалось что на подвес относительно путевой структуры то есть это я рассказывал о том как еще участие в умении я вот думал как усовершенствован транспорт это был конец 60-х годов начало 70-х то есть это значительно раньше чем 37 лет или 38 пришлось изучать и исследовать различную систему подвеса магнитную воздушную подушку и традиционное колесо как пневматическую шину так и стальное колесо оказалось что самая неэффективная система это воздушная подушка и экраноплан и экранолеты тоже он использует воздушную подушку оказалось что не лучше и магнитная подушка например в транспортной системе Transrapid разработанной компанией Siemens и реализованной в единственном проекте Shanghai Airport суммарный коэффициент полезного действия магнитного подвешивания и линейного электродвигателя там не только магнитная подушка там еще и линейный электродвигатель не дотягивает до 15% то есть КПД системы привода Transrapid ниже КПД современного паровоза синонима энергетической неэффективности могу даже нарисовать многие говорят тут наверное магнитная подушка лучше но можно нарисовать допустим как у строна подушка у того же Transrapid там балка же бетонная стальная достаточно мощная она должна быть очень жесткая и очень ровная полотно очень ровно должно быть и вагончик должен охватить балку при этом немцы ну Siemens в данном случае использовал обычные электромагниты не знаю каждый в детстве играл магнитиком я тоже помню скрепочка и думаешь ну как вот чтоб скрепка повесла в воздухе она либо лежит на столе либо прилипла к магниту на игрались да так вот они рисовали другой вариант скрепка висит в воздухе только эта скрепка весит 100 тонн и движется скоростью 400 км в час и больше при этом почему потому что обычный электромагнит он только притягивает он не отталкивает а чтобы притянуться значит надо поставить здесь магниты здесь магнит тогда можно притянуть и поднять вагон чтобы появился зазор при этом чтобы он не столкнулся с стаканом надо здесь поставить систему подвешивания здесь поставить здесь поставить здесь поставить а для того чтобы двигаться на малой скорости когда не включается система подвешивания, они должны иметь еще пневмошины и потом шасси должны убирать, чтобы на малых скоростях можно было двигаться. При этом опять же известно, что любой электродвигатель имеет высокий концент полезного действия, когда зазор между ротором и статором маленький, вот генератор электростанта, там зазоры десятой долей миллиметра, тогда КПД 92 процента, а здесь зазор, они не могли меньше 10 миллиметров сделать, и 10 миллиметров это очень маленький зазор, поэтому здесь теряется где-то 50 процентов энергии только в зазоре, он большой в воздушном зазоре, потом стоят катушки, КД катушки через метр, вот такие медные, КД катушки идет кабель, каждый, и надо переключать ток, чтобы двигаться в вагончик, при этом надо в катушке менять не напряжение, что легко делать, а частоту тока, то что при одной скорости нужна одна частота тока, при другой скорости другая частота тока, поэтому там много коммутаторов, переключателей и так далее, там тоже 50 процентов теряют цены, потом тут в сетях теряется 50 процентов, когда умножим вот 100 на 0,5 на 0,5 на 0,5, где-то получается 12,5 процентов, это КПД паровоза, только этот паровоз стоит 100 миллионов долларов за километр, при этом я уже говорю, что самое главное оказалось аэродинамика, видите здесь лишняя вот эта юбка, нам она не нужна, которая ухудшает аэродинамику и берет на себя мощность, большую юбка, чем нам нужна мощность на движение, а у них только вот из-за юбки, поэтому эта система неэффективна и у них нет будущего, и из-за того, что есть недостатки этой системы, единственный проект, который был реализован, это Шанхай аэропорт в Китае, в 2003 году они построили эту дорогу, очень дорогая она обошлась, а потом, по-моему, в 2007 году они допустили аварию на тестовом участке в Германии, в Симминске, в Симминске. Почему? Потому что если в зазор попадает камушек 10 миллиметров, вот такой камушек будет авария и все погибнут. Выпал снег в зазоре, сразу авария, лед образовался, авария, веточка с дерева упала, авария, да? Чтобы этого не было, они придумали машину для очистки полотна, вот представьте, на их тестовом участке они возили туристов. Приехало 23 человека, проехали на их замечательной дороге. Дорога имела длину где-то 29 километров. С одной стороны поехала машина, которая чистила полотно, а с другой поехали туристы на поезде. Встретились здесь на скорости 170 метров в час. Все погибли. Но если они на тестовом участке допустили аварию, то как же на трассе? На однопутной дороге столкнуться, две машины столкнули. Не оказалось, что, ну я продолжаю рассказывать, как я вот шел к струнным технологиям, с КВМ. Мне казалось, что самая эффективная система подвеса, это стальное, относительно полотна, это стальное колесо, стальное рельс. Мне часто обвиняют в том, что я плохо знаю там физику и прочее, какое-то стальное колесо использую, вместо того, чтобы магнитную подушку. Костановое колесо более эффективное, поэтому я его использую. И у него коэффициент полезного действия 99,8%. Так как усилием 2 кг, можно двигать по гражданному рельсовому пути тележку весом в одну тонну. И во сколько-то лучше поезда на магнитной подушке? Давайте сейчас посмотрим. Если мы от 100% отнимем КПД трансрапида, 15%, да? А потом от 100% отнимем КПД стального колеса, 90,22,99,80, то получается 85 делён на 0,2, это 425 раз. Востокое стальное колесо эффективнее в подушке магнитной транспорте, вот. Востокое раз эффективнее стальное колесо. Поэтому в будущее за железными дорогами, где стальное колесо, а не для поездов на магнитной подушке. И потери здесь в стальном колесе на порядок, а при высоких скоростях и на 2 порядка, то есть в 100 раз. Меньше, чем у системы пневматическая шина, пневматическое асфальтно-бетонное полотно. В том же Бугатте при высокой скорости движения на колеса уходит порядка 500 лошадиных сил мощности двигателя. Оно даже разогревается колесо, потому что у нас сминается всё время. И там нелинейная зависимость от скорости. А 500 лошадиных сил – это 100 литров топлива в час. Уходит, но к нему машина у Бугатта. Если бы у него были стальные колеса, то на них уходило бы всего 10 лошадиных сил и 2 литра топлива в час. Затем мне пришлось усовершенствовать и стальное колесо. В «Юнибусе» оно в два раза эффективнее, чем традиционная ежедорожная колесная пара. Поэтому у того же Бугатте на наших стальных колесах, ну на колесах, которые у «Юнибуса», на преодоление качения колес расходовалось бы только 5 лошадиных сил и 1 литр топлива в час. То есть, представьте, у него машина, значит, 100 литров в час. Если бы было наше основное колесо, он бы Бугатте тратил 1 литр топлива в час на колесо. Расход энергии на движение – это стационные издержки, которые необходимо нести каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждый год, каждое столетие. Например, в Транссибирском магистрале существует более 100 лет, и поезда тратят и тратят, причем неэффективно, энергию на перемещение миллиардов тонн грузов на тысячи километров. Это стационные издержки. И вот то, что я сказал, это все стационные издержки. А есть еще капитальные затраты на строительство транспортной системы. Любая дорога может быть построена в трех вариантах исполнения. Первое – это по поверхности земли, в насыпи, в основном так и строят. Второе – под землей в тоннеле. И третье – над поверхностью земли, в бастокадном исполнении. Самый дешевый вариант – в земной насыпи. Самый экологически опасный. Насыпь уничтожает почву. Сегодня в мире закатанном асфальт территория, превышающий площадь Великобритании в более чем пять раз. Эта земля мертва. На ней не растет растительность, которая вырабатывает кислород, необходимый для жизни на планете, в том числе для нашего с вами дыхания. Земля на насыпь, грудь которой уплотняют на 10% в сравнении с естественным залеганием, это низконапорная плотина, которая перерезает истоки рек, движение грунтовых и поверхностных вод, это приводит к заболачиванию с одной стороны насыпи, а пустыням у них с другой. Поэтому мы часто видим засовшие деревья, даже целые леса из сухостоев, рядом с дорогой. Насыпь перерезает в пути эмиграции животных и мешает всех хозяйственной деятельности. В России хотели построить высокоскоростную железнодорогу Москва-Санкт-Петербург. Ельцин в свое время указом закрыл проект. Почему это произошло? Вот история тоже давняя. Впервые высокую скорость на железнодороге получили французы, это было начало 50-х годов. Они где-то развили скорость тепловоз там больше 300 км в час, и когда машинист посмотрел назад, у него от ужаса волосы дыбом встали. Сзади все улетело. Все. Рельсы, шпалы, щебенка. Там такая динамика, что все было разрушено. Ну, может, кто-то в детстве бегал по лужам в тонком льду, я помню его ощущение. Бежишь, лед ломается, но ты бежишь, а сзади все поломано. Вот это произошло. Они поняли, что нужны другие рельсы, другие шпалы, другая щебеночная подушка и другая насыпь земляная. Она слишком мягкая. Она должна быть более плотной, более жесткой. Деформация насыпи должна быть под шпалой не более 1 мм. А по традиционной железной дороге, если посмотреть, как шпалы гуляют, а там на сантиметр. Идет колесо на раз. Вот наблюдали, наверное, да? И получается, вот представьте, Косогор. На трассе Москва-Санкт-Петербург, это там Балдайская возвышенность, это русско-швейцария. Там в основном Косогор. Причем слабые грунты. Значит, надо выбрать грунт слабый, вывести его, привести с карьеры хороший грунт, песок, насыпать насыпь и уплотнить на 10% чтобы нужно жестко уплотнить на 10% по сравнению с естественным зареганием. И что вода, когда течет? Она встречает плотину. Значит, здесь болото, здесь пустыня. А там истоки рек в Балдайе, и Волга, и другие реки. И экологи, тверские экологи подсчитали, что строительство дороги скоростной по последствиям экологическим это второй Чернобыль. А это просто дорога. Вот что такое насыпь. Это не такая безобидная вещь, как думают. Миграция животных. Вот я вам не все время проектировщики говорят, а мы там тоннели построили там через 3 километра, чтобы они, животные, олени там, лоси ходили. У меня все время интересует вопрос, на каком языке на указателе для лосяна писать, что там в 3 километрах переход. Наверное, в Китае, на китайском в России на русском, наверное, да? Во Франции на французском. И так, наверное, понимаю. Или кого-то один из языков. Это же смешно, но это так. Поэтому мне стало понятно, что насыпь земляная не подходит. Причем это достаточно дорогая штука. Для скоростной дороги насыпь стоит где-то порядка 20 миллионов долларов за километр, чтобы понимать. Да. Дождь пошел, промоено, причем она работает в пластике, то есть накапливается деформация. Значит, надо все время выравнивать, подбивать щебенку и так далее. Ну, целое дело там, да? Дальше, значит, подземные тоннели. Они очень дороги. Сегодня прокладка одного километра транспорт-тоннеля обойдется заказчику в сотни миллионов долларов одного километра, а иногда и в миллиард долларов. Например, в Сиднее хотели построить метро, но это было давно, еще или 10 назад. Построили один километр, прослезились, потому что заплатили 700 миллионов долларов и закрыли проект. Один километр всего просто. В тоннеле, к тому же, пассажиру некомфортно. Мы ведь не подземные жители. Мы же не под землей должны жить. К тому же, это небезопасно для жизни. Уже изучено, что, например, в московском метро можно находиться безопасно для человека только первые три секунды. Все остальное время метро начинает разрушать наш организм. Изолировано сжатое пространство, сильнейший шум и вибрации, сильные электромагнитные поля и другие неестественные воздействия очень вредны для человека. Тогда остается эстакада, но она имеет высокую материаломкость. Десятки тонн стали и бетона на погонный метр и, соответственно, высокую стоимость 100 миллионов долларов за километр и более. Я могу как пример показать. Часто говорят мне, вот, а почему японцы это не делают? Они же умнее, они более правильно все строят. Я могу, например, нарисовать схему эстакады, которую построили японцы на Тайване. Они ввели ее в дорогу Тайбэй, я не помню, второй город, там 342 километра. Тогда эта эстакада стоила где-то 60 миллионов долларов, сегодня это больше 100 миллионов долларов за километр. Что такое эстакада? Там, значит, пролеты 35 метров, всего лишь 35 метров. На каждом пролете лежит две же бетонные балки, весом по 900 тонн. Пролет 35 метров. На этих балках лежит плита джазбетонная весом около 1000 тонн. На пролете 35 метров. Здесь потом щебеночная подушка, шпалы, рельсы. Нагрузка столь чудовищная, что подкат до опоры. Устроено четыре буронабивные сваи диаметром 2 метра каждого. Вот это метр 70. Два метра у меня рук не хватит. Длиной до 60 метров. вес одной сваи где-то 500-600 тонн. А ты всего лишь одна свая. Псковые у нас расход материал на километр дороги меньше, чем тут свая. Это вот такие эстакады строят те же японцы. Учиться у них нечем нам. Спасибо. Ну эстакада дорогая почему? Потому что она не подвижна в русском, она сама себя несет. Но если мы берем страшное полотно, во-первых, у нас не будет экрана, то есть мы плюс делаем, и оставим только узкие полоски для движения колес, то дешевим прилет настроения на порядок, то есть минимум в 10 раз. А если сделаем конструкцию подлиннее неразрезной, ну кто учился, супромат, знает, что такое, без температурных швов, то есть это страшное полотно без швов температур, то мы увеличим несущую способность эстакады вдвое. При этом, чтобы исключить сжатие и потери устойчивости, путевую структуру необходимо растянуть предварительно напряженно. Можно немножко вкратце рассказать, как работают традиционные балочные эстакады. Это балка лежит, это опора, традиционная конструкция. Здесь с одной стороны балка зафиксирована от перемещения, а с другой стороны шарнир, чтобы конец мог перемещаться. И то же самое уже здесь. Это традиционно, потом швы приходится заделать, причем они ширину меняют, потом резинка надо ставить, ну и так далее. Так вот, если мы возьмем нарисуем опюры сгибающих момента, это сопромат, вот от нагрузки от этой, то здесь опюра будет вот такой. Вот такое опюра. Но если мы возьмем конструкцию неразрезную, то есть нет стыка, то опюрание уже будет другим. Тоже плохо пишем. А, наверное, тут взял. То под действительность нагрузки пюра станет вот такой. момент изгибающей воде станет в два раза меньше, здесь. Значит, в два раза меньше нагрузки, в два раза материнка может быть ниже, в два раза дешевле. Только неразрезной характер. Мне говорят, зачем? Это же надо резать, как это без швов. Да только это удешевляет трассу эстакаду в два раза. То есть она, образно говоря, стоила бы 100 миллионов долларов, благодаря этому 50 миллионов бонусную. Машу кода, просто изменение характера нагружения. Это само собой плюсы, там куча плюсов еще появляется. При этом опять же это тоже теория упругости, строительной механики и так далее. Если взять вот эту опору и вот эту опору, это две разные опоры. Вот я нарисую опять же схему нагружения традиционного опора. Это так называемая консоль. Видите, она консольная. Это все фонарные столбы, и здесь то же самое, она консольная. Когда даем нагрузку, она вот так теряет устойчивость и ломается, нагрузка большая. У нас опора заклинания на неразрезном пути, и поэтому схема другая в опоре. Под нагрузкой она вот так теряет устойчивость. Так вот если здесь выдерживает нагрузку P, то эта конструкция выдержит 8P. Просто изменение схемы закрепления опоры увеличило несущую способность в 8 раз. Значит она может быть в 8 раз дешевле. Можно меньше мыть ела туда даже. А с учетом того, что у нас нагрузка стала меньше вертикально, то еще благодаря этому в десяток раза она будет менее материаломкой и может быть дешевле. Поэтому и в озерах говорят, что-таки тоненькие опоры. А зачем их толстые делать? Там у нас опора была промежуточной высотой 12 метров. У него диаметр 300 миллиметров опора. для пролета 48 метров. И вы видели, как и опоры вот у эстакады японских для скоростных железнодорог, где скорость не 500 км в час, а 300 км в час. Так была сформирована идея струнного рельса. Это еще давно было, которая затем через четверть века была опробана на полигоне в городе Озер Московской области. При весе путевой структуры в озерах всего 120 кг на погонный метр, рельс железнодорожный R75 весит 75 кг на погонный метр. А с учетом того, что подкладки, болты и прочее, там 100 кг на погонный метр. Поэтому считайте, что мы дорогу построили с одного рельса по материалам то есть она легкая ажурная. Так вот пролет длиной 48 метров был в два раза жестче капитального моста. Мне говорят, что там какая-то канатная дорога, которая болтается. Это была эстакада построена, которая жестче капитального моста. ЗИЛ весом ЗИЛ 131 у нас там был, испытательный так сказать, модуль весом 15 тонн. При своем движении прогибал путевую структуру всего на 30 миллиметров. Это составляет 1600 длины пролета. Тогда как у капитальных мостов допустима относительно жесткость 1,8. Это мост эстакада была построена. структура вот так у меня был создан концепт оптимальной надземной транспортной системы. Вот это все, что я сказал, привело к оптимизации. Эта оптимизация, вот я назвал потом ее струнной системой, потом сковой небесной дорогой. И какие основные элементы в этой дороге? Первое. Неразрезная, предварительно напряженная рельсов струнного стакана. Это первая составляющая часть сковой. Второе. Рельсы в автомобиле, именно автомобиле, он ближе всего к автомобилю, на стальных колесах, имеющие исключительно высокую аэродинамичность. Меня всегда интересовало, как социально ориентированного человека, что даст человечеству мои изобретения не только сейчас, но и в отдаленном будущем. Вот казалось, такие мелочи. Станок, колесо, аэродинамичность, эстакада, отсутствие насыпи земляного. Вроде мелочи, да? А что это может дать человечеству? Сейчас немного цифр. В мире за последние сто лет построено около 40 миллионов километров дорог автомобильных и железных. Если в 21 веке заменить на сеть транснет, построенную по технологиям скалы, то это даст следующий социально-экономический эффект в масштабах планеты и всего человечества. Первое. Благодаря второму уровню размещения и противовосход системе подвижного состава аварийность на транспорте снизится более чем в тысячу раз. Она будет ниже, чем сегодня в авиации. Вы только сейчас думайте в цифры, которые назову. Это спасет от гибели на дорогах за сто лет не менее ста миллионов человек. А эта инвалидность еще более страшная цифра. Не менее одного миллиарда человек. Миллиард человек не станут инвалидами. Смотрите, что такое. Это будет более значимо, чем прекращение всех войн на планете, чем потеря терроризма. Сейчас все увлеклись терроризмом. и производственного травматизма, чем потеря стихийных бедствий всех, землетрясений, цунами, извержения вулканов, вместе взятые. Так там суммарно гибнет людей в разы меньше, в среднем 500 тысяч человек в год. В то время как на дорогах ежегодно гибнет около полутора миллионов человек в год. И более десяти миллионов становятся инвалидами и коллегами. Автомобиль оказался значительно опаснее, чем на бомбы. Автомобиль опаснее. На самом деле мы просто это не сознаем. Вот цифры, они страшные цифры. И никто не озабочен этим. Нормально, все нормально. Говорят, нет, не полтора миллиона гибнет. На самом деле больше. По статистике миллион двести, миллион триста. Но в статистику не попадают те, кто умирает после аварии. Да, его привезли в больницу, он полежал авиационная катастрофа гибнет 700-800 человек в год. А десятки тысяч умирают после полета. Просто об этом тоже не знают. И статистики такой нет. Потому что когда человек сидит несколько часов, особенно в пожилом возрасте, и в салоне снижается давление для того, чтобы не разорвало самолет, потому что снаружи маленькое давление. И вот эти два фактора малоподвижности понижено давление приводят к тому, что кровь загустевает и образуются тромбы. Человек вышел, пошел домой и через сутки умер. Тромб оторвался, попал в левочную отель и все. И кто связывает, что он летел на самолете? А это самолет привел такой смерти. Таких десятки тысяч, может даже больше. Просто статистики такой нет. социально-экономический эффект по этому показателю снижения травматизма превысит 500 триллионов долларов. Легко подсчитывать. то есть это не будет гибели людей и не будет инвалидов в таком количестве. Второе. Благодаря эстакадным исполнению землепользователям будут возвращены территории закатный сегодня асфальт и похоронен под шпалами суммарно превышающая площадь пяти Великобританий. Представьте, пять Великобританий под асфальтом. В 10 раз еще большая территория почв прилегающая к дорогам будет спасена от экологической деградации. Вообще, если коровка поела травку метров в пятидесяти от дороги, то лучше это молочко не пить. В этом молочке может быть порядка ста канцерогенов. Это выхлоп, это истирание шин, истирание асфальта, это антиобледенительные соли и так далее. Поэтому 50 в Великобритании по территории не будет деградации почв. И 5 в Великобританию по площади мы вернем землеподзор и социально-экономический эффект по этому показателю превысит 500 триллионов долларов. Третье. Благодаря эстакадному исполнению не будет необходимости перемещать из карьера в насыпи дорог порядка 1 триллиона кубических метров грунта в триллион и наносить этим огромный экологический ущерб в природе планеты. Социально-экономический эффект по этому показателю превысит 100 триллионов долларов. Четвертое. Благодаря низкой материальной ломкости рельсо-струнных эстакад неистое будет сэкономлено в сравнении с традиционными транспортными эстакадами стали более 200 миллиардов тонн. Сегодня стали плавят 2 миллиарда тонн. Бетон из бетона более триллиона тонн. Эта экономия это суммарное производство этих ресурсов всей земной индустрии за 100 лет. Мы можем это сэкономить. Социально-экономический эффект показатель превысит тысячу триллионов долларов. Большинство людей не знают вообще какая цифра идет после триллиона. Так я поэтому тысячи триллионов. Чтобы понимать, что такое. Пятое. Благодаря высокой аэродинамичности подвижного состава и специальному становому колесу на сети дорог транспортных за 100 лет будет сэкономлено более триллиона тонн топлива. что в 5 раз превышает мировые запасы нефти. Вот такие мелочи. Адинамик хороший, рельсы, струны, нет полотна, эстаканы. Мелочи. А видите, какие эффекты могут быть. Социально-экономический эффект по этому показателю превысит тысячу триллионов долларов. Тысячу триллионов. Есть еще дополнительные преимущества технологии Skyway на мировой сети Transnet, социально-экономический эффект которых превышает триллионы долларов. Шестое, то есть там 5 баллов, шестое. В двигателях, автомобилях и топках электростанций не будут дополнительно сожжены триллионы тонн кислорода, которые изымаются в самосфете. Триллионы тонн. Мы же кислорода дышащие люди и животные. И это все изымается и сжигается в двигателях в тех же автомобилях. Триллион тонн не будет сожжено за 100 лет кислорода. Седьмое. На возвращенной биосфере плодородной почвы зеленые растения дополнительно на этих пяти территориях Великобритании дополнительно выработают триллионы тонн кислорода. И воздух будет другой. Восьмое. В атмосферу почву и воды не будут выброшены триллионы тонн экологически опасных, ядовитых и канцерогенных продуктов горения топлива. Девятое. Сетью струнных дорог можно легко совместить линии электропередачи и линии связи, зашив путевую путевую структуру. Поэтому в будущем вся энергетика и весь интернет будет у нас на планете, в SkyWay. Он наш будет. не запускать тысячи спутников на высоту 40 тысяч километров на гсинхронную орбиту. Каждый запуск 100 миллионов долларов. Потому что информация будет мгновенно распространяться по сети дорог. и энергетика тоже сам будет. И там базы данных могут храниться в наших же сетях. Это очень серьезно. Вот только это показатель доста триллиона. Таким образом суммарный социально-экономический эффект от создания мировой сети и трансмед превысит в 21 веке 5 тысяч триллионов долларов. Такие мелочи, которые я назвал. Вот такой эффект дадут. И такой проект жизненно необходим нашей цивилизации и нашей планете. Поэтому стратегической целью программы Skyway является создание на планете в 21 веке сети дорог Транснет протяженностью порядка 50 миллионов километров. Сознанный экономический эффект для цивилизации отрезаться до такого масштабного и амбициозного проекта, как я уже отметил, превысит 5 тысяч триллионов долларов. И мы ведь не получили землю наследства от наших предков. Мы взяли ее взаймы у наших потомков и мы перед ними отвечаем. И мы должны оставить землю им такой, как она была раньше до появления еще человек цивилизации. Вот к этой цели мы идем последовательно шаг за шагом. 38 лет ушло разработку технологий документации скавыч чего-то поколения. Чудес не бывает. Нельзя это мгновенно сделать. Многие говорят, а что так долго? Он Tesla, вернее Маск, сделал электромобиль Теслы за пару лет. Все забывают о том, что первый электромобиль появился до Маска за 180 лет. Первый электромобиль был построен в 1837 году. Так что, чтобы Теслу сделать, понадобилось всего лишь 180 лет. Понимаете? Чтобы уздечка была внедрена от идеи до массово использования, прошло 700 лет. А Седло внедрялось в 1000 лет. А вертолет рисовал еще Ленардо да Винчи за 300 лет до Сихорска. А Семенович, мой, можно сказать, земляк, он в Беларуси это великая это была, он за 250 лет до Циолковского изобрел просто ступенчатую ракету. Вот великая княжица Литовского на этой территории там. А сейчас это Беларуси. Поэтому 38 лет для таких сложных вещей это небольшой срок, это очень маленький срок. А сейчас еще меньше. За два года мы катализируем технологию. Нам осталось маленький этап прийти. Постолим тестов участков грузовой, городской и высокоскоростной небесных дорог. И осуществим их опытно-промышленную отработку и сертификацию. И через два года собственно и начнется бизнес по созданию мировой сети Тростнет. или через 40 лет с начала разработки технологий. Им на столько лет Моисей водил евреев по пустыне в поисках святой земли. Видимо, это не случайно совпадение. Уже сегодня у нас имеется портфель заказов на 100 миллиардов долларов. После посещения через год в Беларуси нашего салона продаж технологий Skyway заказчики без сомнения подпишут контракт. И 5%, всего лишь 5% авансовых платежей, а это 5 миллиардов долларов, практически в один день 10 раз окупят 500 миллионов долларов вложений предыдущих и нынешних. Мы выйдем на IPO, наши акции будут стоить по номиналу. Тысячи наших акционеров станут долларовыми миллионерами, а более 10-ти и миллиардерами. Среди них буду и я. Затем я хочу все свои лично заработанные деньги, все до копейки, инвестировать в разработку космической программы Spaceway. Эту программу сегодня никто не готов финансировать. Ни Россия с Евроскосмосом, ни Соединенные Штаты Америки с их НАСО, ни Организация Объединенных Наций. А я готов. А ведь только научно-соседские оптно-конструкторские работы по этой программе потребуют порядка 100 миллиардов долларов вложения. Это очень сложная проблема. Но она спасет цивилизацию. Она откроет новые возможности. Реализация программы Spaceway «Космический путь», затрата на которую ценится в триллион долларов, это все лишь два бюджета военных шаг. Это копейки для цивилизации. Обеспечить переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией. Мы не космическая цивилизация. цивилизация. У которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома планеты Земля. Мы повторим то, что сделали пяти контр в свое время, когда вышли со своими технологиями из пещеры цивилизации. которые обогнали нас в развитии на миллионы лет. Я всегда задавал себе вопрос, почему же они не вступают с нами в контакт и не помогают нам в развитии. Сейчас у меня есть ответ на этот вопрос. нельзя вступать в контакт с дикарями. О чем можно общаться с цивилизацией, которая раздираема войнами, которая размахивает ракетно-ядерными дубинками и ежегодно тратит более триллиона долларов только на то, чтобы убивать друг друга. Это мы не готовы вступать в контакт, а не они. Но когда на планете Земля будет реализована программа Spaceway, то мы станем космической цивилизацией. Эту программу можно реализовать только силами всего человечества. Для этого всем странам нужно будет прекратить войны, обидеть научные, экономические, производственные возможности.